Субтитры создавал DimaTorzok Харастмент это слово взятое, скажем, английское слово, потому что в русском языке такого нет, там английское к русскому это сексуальное домогательство. Но харастмент, как явление, оно гораздо шире, чем сексуальное домогательство, это, скажем так, нарушение твоей личной границы. То есть, когда ты сидишь себе спокойно, играешь в какой-нибудь милый MMORPG, и в личку ступится чувак, который говорит о тебе, ну, как тебя зовут, из какого ты города, а давай познакомимся, обрежьте фотки. И все, все в этом тут, и это, мне кажется, что тут прекрасно происходит. Вот описывая описание харастмента, ну, то есть вообще вещи, которые, ну, не такой, да, может быть, сексуальный пакет, которые втагаются в твои личные пространства и мешают тебе заниматься делами, которые, ну, тебе, в общем-то, нравятся. Как мне кажется, ну, я взяла, все-таки, такую тему чуть-чуть поуже, я говорю о харастменте в видеоиграх, и конкретнее я сосредоточилась на MMORPG, потому что мне это гораздо ближе, то, с чем я стала выпускать каждый день, и мне проще говорить о MMORPG, чем, например, о тех же мобах, потому что в мобах я сейчас практически не играю, во всяком случае, мы будем делать голосовая связь. Вот, как мне кажется, к харастментам можно также отнести различные стереотипы, к которым же они предотвращают тебе личность, например, или в групп-чате, и тогда тебе говорят о том, что, ну, если ты играешь за килограмм, да, когда ты согласна поддержке, ну, значит, ты 100% проститута, и, значит, ты, собственно говоря, спишь стартом, это вот как-то инфо-сотка. И даже, по-моему, есть какой-то там, что связан с тем, что архивозы, персонажи поддержки играют в проститушки, да. А если ты, собственно говоря, ДД, ну, домич-диллер, да, у нас же дома, значит, у тебя нет мобов, ну, при этом девушка, естественно, если ты парень, ты во всех ролях молодец, это, как бы, не обсуждает. А что говорили о Девушках-тарках, если вот, ну, посмотрели две предыдущие роли, а про Девушках-тарках, потому что их убывает вообще просто. С подобной мне сама сталкивалась и сталкивалась с тем, что человек в реванце начинал спрашивать, что тут нет, и, в общем, пытался каким-то образом заняться со мной виртуальный секс. В общем-то, как сказать, это, скажем так, легкие версии, как бы, харассмута, с которыми можно столкнуться в обычной жизни, в наших, практически, по разным виртуальным мирам. Но, харассмут, это не просто, скажем так, такое явление, с которым просто справиться, которое подконтрольное, и так далее. Мы можем вспомнить, какие были, скажем так, даже комитеты на Алисе, что угрожали убить, ее угрожали, там, устроить массовую стрельбу в бруте, где она хотела, там, из докладов. Вот, по всем, мне кажется, тоже проявление харассмута, но в таком, по всем, в гипальной, радикальной его форме. И мы, соответственно, увидим перед собой очень неприятное явление, от которого мы практически не можем защититься. Ну, можем защититься, но мы можем его афганировать. И вот, о, методах защиты от холостого, забудела бы еще рассказать, образом мы, пример, или пример, который страдает от таких же вещей, можем защититься. Прежде всего, это банлист. Банлист, это ваш лучший звук, что-то не понравилось, вообще ничего, он не понимает, когда вы объясняете словами, не делай так, я не хочу с тобой знакомиться, я пришла сюда играть, у меня вы его кидаете в банлист. Второй вариант, как мы можем складываться с харассмутом, это создание безопасного пространства. Можно создать, не знаю, свою гигиу, или какую-то устойчивую партию, с которой вы будете играть, с которой вы комфортно, и в которой вы не будете испытывать каких-то таких негативных вещей, негативных чувств, да? В то же, как бы, в то же русло как раз-таки входит и создание как устойчивой группы, так и устойчивой гильзи, да, в которой он будет комфортно. И еще один вариант, который у вас можно как-то будет одобряться, и просто будет порицаться тем сообществом, это сокрытие полу. А какая, в общем-то, разница вашему соигроку, или вашему соигроку, какого? Вы мужчина, вы медитарный, вы жвачка, это важно. Мы, то есть, мы всегда играем, и, собственно, голода, мы играем. Поэтому, мы как будто, уже зависит от вас, насколько вы хотите вкрутить свою реальную жизнь в виртуальном. Может быть, вы будете сюда за анонимностью, да, гейм-экспириенс, вам вообще не нужны эти люди, ничего, это не нужно. И последний вариант, ну, конечно, это дополнение. Вы можете отвечать этим людям то, чего они от вас не ожидают. То, что вы думаете забавно, так или иначе, ну, вы можете их потроллить перед тем, как инжентироваться в вам, например. Это может поднести вам, ну, какое-то моральное удовлетворение, кроме того, это может быть, собственно говоря, забавно. Я, честно сказать, конечно, я занимаюсь играми, и я играю, но я как бы не эксперт, это мой большой доклад. Я не знаю, как можно быть экспертом в вопросах Харасмента. Ну, на этом, наверное, я хотела бы закончить свой доклад, и всем спасибо. Аплодисменты.